Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по книге Руточева, у нас 12 глава, и мы уже дошли до этого абзаца. Так, давайте начнем. Итак, в то время, когда человек грешит, он находится в мире разделения, и тогда каждый элемент существует сам по себе, и зло это зло само по себе, и есть у него значение зло и вредоносное. Тогда человек делает шиву из любви, сразу озаряет его свет бытия из мира единства, в котором все организовано в целостную структуру, и в общей связке нет зла совсем, ибо зло присоединяется к добру, чтобы приправить его, вознести его ценность на еще большую высоту. И таким образом, зонамеренные поступки становятся заслугами буквально. Давай я попробую первым. первым. Чьи зло намеренные поступки? Неважно? 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 Неважно с ней, да? В любом того человеке, о котором говорилось, тут же говорилось в то время, когда человек грешит. Да. Или его личные, да. Давайте попробуем сказать, что такие за миры такие. Мир один, мир другой, он попадает из одного мира в другой. Как Алиса в зазеркале переходит. Давайте попытаемся понять это в первом приближении, как взгляд на мир. Это взгляд и точка зрения. Так вот, есть точка зрения мелкомасштабная. В мелком масштабе, когда я интересуюсь частностями, зло само по себе, потому что взгляд у меня частный, а не общий. И как зло оно вредоносно, оно плохо. Если же я отдалюсь и буду смотреть взглядом очень-очень широким, на протяжении всей человеческой истории, во время общей мировой географии, время там несколько тысячелетий, я возьму, да. Я пойму, что зло работало каким-то толкателем и для морали, и для продвижения человеческой истории. И без него, в общем-то, мы бы как-то сгнили бы, наверное. Не смогли бы продвигаться. То есть, общим взглядом мы понимаем, что зло, оно, есть у него место, есть для него место. Когда мы смотрим частным взглядом, нет ему места. Зло, оно вредоносно. С ним нужно бороться. Так вот, чтобы поменять этот взгляд, этот фокус, нам помогают делать сами дела, плохие или хорошие. Когда человек грешит, это его принижает к взгляду на здесь и сейчас. Он смотрит с очень большой резолюцией на здесь и сейчас. И он видит, когда все элементы мира, они не связаны друг с другом, но каждого он видит сам по себе. Человек – он сам по себе. Мужчина – он сам по себе. Его жена – сама по себе, дети – сами по себе. Ручка – сама по себе, тетрадка – сама по себе и так далее. Все само по себе. Все либо никак не связано, либо связано слабо. Каждое явление рассматривается само по себе и так далее. Зло – это, конечно, зло. Теперь, этот взгляд, он не обязательно связан с грехами вообще. Это иногда правильный взгляд для жизни в мире. Если я хочу бороться со злом, этот взгляд, он хороший и очень правильный. Мне в данный момент нужно понимать, что зло – это зло. И так надо, в общем-то, жить. Это правильный взгляд. Но в данном случае Раф смотрит на это с ракуса именно греха. Грех меня приводит к взгляду, что все, что есть в этом мире – это явления сами по себе. Они не взаимосвязаны или связаны слабо. И отдаляет нас от общего взгляда, праведного взгляда, что мир – это единая система взаимосвязанная. И все на все влияет. Теперь, как бы, в духовном плане теперь можем вернуться и сказать, что это два действительно мира. Один мир или взгляд – это вот такой взгляд, когда все явления сами по себе. Другой, которая объединяет их в общую картину. В то время, когда человек грешит, он находится в мире разделения. Он сам себя в этот мир, именно из-за того, что он грешит, ставит. Знаете, мы много обсуждали, как связана мораль и мудрость. И говорили, что в нашем мире, как мы привыкли, это не очень связано. А вот в мире идеи, в мире иудаизма, в мире, который нам предлагает Раф Кук, это постоянно связано, очень сильная связь. Я не могу постичь мудрость, если я веду себя не морально. Я не могу постичь мудрость Торы, если у меня взгляды на мир, они не моральные, не правильные, не выпрямлены. Соответственно, вот это один из примеров, когда человек, он грешит. Он сам себя как бы ставит в такой мир, в такой взгляд на мир, что все явления, они сами по себе. И тогда каждый элемент существует сам по себе. И зло это зло само по себе. Есть в него значение. Зло и вредоносно. Вот мне кажется, вопрос у Нихама был очень хорошим. А чьи грехи, а чье зло? Может быть, вот сейчас мы прочитаем до конца и подумаем вместе, может быть, не только зло, которое я делал сам из-за того, что я грешу. Может быть, вообще, весь взгляд на мир, когда человек смотрит на зло, он видит этот мир так, что мир как бы раздробленный, все само по себе, каждая часть сама по себе. Она пытается быть автономной настолько, насколько возможно. И так он ее видит. И, соответственно, зло это зло. Есть в него значение. Зло и вредоносно. И в этом плане, то есть не только свои действия, он может их видеть как плохие, злые и наносящие ущерб. Но также к другим действиям других людей он тоже понимает, это зло, это плохо. И это разрушает меня. Теперь, если человек сделает шву, это ему может помочь переключиться и посмотреть на мир с другой точки зрения. И эта точка зрения закрыта от человека, пока он не сделал шву. И на свои действия, и вообще на мир. Теперь, эта точка зрения, она тоже опасна. С ней нельзя жить. Граф объясняет в другом месте. Вот с этой точки зрения, что зла нет совсем. То есть, если я правильно понимаю, это не то, с чем я живу ежедневно. Это может быть, я это могу оставить на время молитвы. Я могу оставить взгляд на мир, на Новый год, на Роша Шана, на Йонг Кипур. На какие-то отдельные моменты жизни, когда я не совсем живу. Когда я молюсь, когда я в Йонг Кипур, когда я не активно живу в этом мире. Но это очень важный взгляд. Он правильный. Потому что предыдущий взгляд, вообще само нахождение в мире зла, оно как бы проклинает Всевышнего само по себе. Это как бы противоречие, как добрый, хороший, совершенный Бог мог создать на мир, где у нас есть зло. Это существование зла, это противоречие существованию Всевышнего. Ерес, она выходит из самого, она уже заложена в основе этого мира тем, что в мире есть зло. Это как бы отрицание Всевышнего. Как мы говорим, не просто так. Смерть, что в общем-то есть квинтэссенция зла, это самый главный корень нечистоты ритуальной. Когда человек делает шву из любви, сразу озаряет его свет бытия из мира единства. В духовных мирах это высший мир, высокий мир. И как мы сказали, его очень-очень важно, чтобы это было, но только там жить нельзя. Но, тем не менее, нам важно также этот взгляд на мир, чтобы у нас был. Когда человек делает шву из любви, сразу озаряет его свет бытия из мира единства, в котором все организовано в целостную структуру и в общей связке нет зла со всем. Такой взгляд, когда я смотрю на мир, опять-таки, как мы сказали, это очень высокий взгляд, который охватывает не здесь и сейчас Вася дал в нос Пете, и у него он кричит, матом ругается и из носа у него течет кровь, и какой плохой Вася. Мы смотрим на всю человеческую историю, на всю человеческую географию, на все движение вперед, понимая, что зло это необходимый и обязательный элемент этого продвижения для того, чтобы у человека была свобода выбора. Для того, чтобы у человека можно было спрашивать за его поступки и проступки, для того, чтобы у человека была минимальная мотивация улучшать мир, продвигаться вперед. Мы приобретаем вот такой вот взгляд из высшего мира, мира единства, мира, в котором мы видим наш мир как единую систему, где все со всем связано, в котором все организовано в целостную структуру. И в общей связке нет зла совсем. Почему нет зла? Ибо зло присоединяется к добру, чтобы приправить его и вознести его ценность на еще большую высоту. Это, безусловно, идея из кабалы о том, что в конце концов мы действительно приобретем такой взгляд, что мы увидим, как зло, оно подняло добро на еще более высокую ступень. А если так, то зло, в общем-то, у нас изначально и все время ретроактивно работало ради добра. Тогда, в общем-то, зла как такового нет. И столько добру. Таким образом, злонамеренные поступки становятся заслугами буквально. Это, мне кажется, вот вопрос Нехамон очень к месту. И того человека, может быть, всего мира тоже. Потому что этот взгляд на весь мир, здесь я не знаю. Мне кажется, это стоит обсудить. Ну вот, мне кажется, так наш отрывок. А что вы хотите сказать? Я буду очень рад вас послушать. Да, пожалуйста. Тебя слушают. Да, пожалуйста. Кто-то хочет рассказать, или мы сразу сейчас перейдем к следующему отрывку? Я сомневаюсь. Это действительно совсем непонятно. Можно ли это отнести ко всему миру? То есть, во всяком случае, в той точке, в которой мы находимся, можно ли это... Как это сказать? Вот человек, который сделал шуву, у него все-таки есть какие-то собственные отношения. В то время, когда человек глушит. Он глушил, находился в мере разделения, сделал шуву. И что, вот прямо от того, что он сделал шуву о своих грехах, прямо сразу он увидит, как весь мир, как все зло в мире, вот так вот оно работает на добро. Очень сложно. Как только он сделает шуву из любви, не просто шуву, а шуву из любви... Давайте я с вами соглашусь, а давайте с вами постой. Давайте я соглашусь, что действительно взгляд на мир, что действительно зло присоединяется к добру, это взгляд, как это, назад. То есть, в конце истории, окончательно, мы можем повернуться и посмотреть, и понять. И сказано, и в тот день, и будет, и мы увидим, что Бог один, и имя его одно. Это вот все про это. То есть, это на будущее. Теперь, на настоящее мы можем сказать, что хорошо, не полностью, а частично. Что-то от этого взгляда блеснет. Как вот у Равы не раз встречаются, что будущий мир освещает нам настоящее из будущего. Если влияние будущего на настоящее, что-то мы попробуем. Да, совсем мы не поймем, полностью мы не увидим. Но чува из любви, видимо, то, что хочет нам сказать Рав, дает человеку, безусловно, общий, общеохватывающий, объединяющий взгляд. Простыми словами, приближает нас к Богу. Божественный взгляд – это когда вся система объединена, и все влияет на все-таки глобальная деревня. Соответственно, мы приближаемся к Богу. Мы делаем хорошую, правильную отшиву из любви. И мы получаем, как естественно, или как награду-заслугу, немножко от взгляда, который видит все как одну общую, единую систему, а не как разбитую систему, где осколки валяются в разных сторонах. Я прошу прощения, пожалуйста. Так что большое спасибо, Нахама, за замечание. Мне кажется, оно было очень-очень уместно. Кто-то еще что-то хочет нам сказать, добавить? Ну, я хочу просто сказать, что слово «любовь» здесь прозвучало, и это та сила, которая объединяет. И в противоположности этому, вот этот мир разделения – это мир нелюбви. Ну, я не знаю, может быть, у меня такой взгляд слишком простой, конечно, и примитивный, но, ну, как бы напрашивается такая. Вот потом объединенная целая система – это же модель жизни, это живое существо, живая структура. А отдельные части – это, собственно, это описание смерти, как раз наоборот. Красота. Ну, то есть вот такие вот две параллели здесь – любовь-нелюбовь и жизнь-смерть. Вот, ну, то, что напрашивается. Жизнь-смерть я очень понравил, мне очень понравилось. Я беру это двумя руками, это просто здорово, это хорошо очень откладывается в наш отрывок, да. По поводу любви-нелюбви я немножко не согласен. То есть то, что вы сказали, это абсолютно верно, но я этого не вижу в нашем отрывке, потому что здесь не любовь сама по себе, а чува из любви. Чува из любви – это выражение, которое описывает высшую форму чувы. Не из-за того, что там боюсь, не из-за того, что хочу получить там награду и так далее, а из-за любви к Всевышнему, то есть это цельная чува. Как Иуран описывает, в первой главе это чува именно мудрости, то есть пришедшее из понимания, что так правильно, что все как бы пазленно складывается и так далее. То есть это какая-то, это здесь даже звучит не любовь, как бы там «я тут всех люблю», а это как бы глубокое понимание взаимосвязи всего и так далее. То есть это вот именно после того, как мы уже прошли там религиозную, помните, вот первую религиозную часть мы прошли, там чуву телесную, мы прошли все, и в конце концов вот вишенка на торте, это вот чува из любви у нас. Чува разума, как прав, ее там описывает. То есть в данном случае, на карто, чува из любви, это любовь стоит здесь не само по себе, а как часть выражения чува из любви, это устоявшееся у нас уже выражение, которое нам говорит про высшую форму чувы. Ну тогда понятно, там даже как бы это не мистика и не чудо, поскольку человек делает такую шву стремиться к осознанию того, что все, что происходит в мире, это происходит по воле Всевышнего, и все это, все пазлы, все осколки должны складываться в правильную картину, то тогда и зло встает на свое место. Да, но здесь, мне кажется, есть, спасибо, нахам, здесь, кажется, есть небольшая разница, потому что то, что мы верим во Всевышнего, и Всевышний управляет миром, это вера. А то, про что разума здесь говорит, то, что я вижу. Вера и то, что я вижу, очень часто противоречат друг другу. И здесь я начинаю приобретать вот этот вот взгляд, эта вера начинает как бы вот... Но когда ты стремишься его, как бы, приобретать, то ты его приобретаешь. О, вот наша приглашенная киса. Да, спасибо, отлично. Хорошо, тогда перейдем к следующему отрывку с вашего разрешения. Невозможно оценить важность практической тшувы, исправление поступков в соответствии с торой и абсолютной прямотой для достижения самых высоких ступеней души общества и личности. Концентрат действия объявляет в своей одной самой малой точке великое множество идеалов и широких идей, которые сделали возможным его проявление в мире и в жизни. И когда оно, действие, терпит ущерб, уходит сокровенная сила всех идеалов, широких как мир в его полноте, относящихся к нему в действию, также к миллионам кубов эфирного пространства, сжатые в одном атоме материи, порождая его кристаллическую форму. Я, честно говоря, не знаю, в чем измеряется эфирное пространство. Там было написано в оригинале «Кубики». Шире, мне очень нравится ваш перевод в данном случае. Мне кажется, он очень хороший и по-русски, и русский нормальный, и доносит мысль хорошо. Так что в данном случае я, кстати, очень-очень доволен вашим переводом. Спасибо, я рада. О чем идет речь? Речь идет о соответствии конкретного действия, связанном с чугой и идеей чугой. Мы в основном в нашей книге обсуждаем идеи чугой. И мы можем абсолютно неверно понять, что давайте заниматься идеями, а вот сами действия, они там менее важны, и главное хорошо все правильно понимать. И вот здесь нам Раф объясняет, какая у нас взаимосвязь, между действием, между вообще миром реализации и миром идей. Мир идей, он огромный, он очень большой, широкий и глубокий. А мир действий, по сравнению особенно с миром идей, он очень ограничен, очень маленький, но между ними существует диалог и очень тесный связь. Каждое маленькое действие в нашем мире действия идет как представитель и усиливает огромное сумасшедшее количество как бы из мира идей. Он эти идеи реализует, этим он их усиливает. И наоборот. Если мир действий не соответствует миру идей, то огромное количество этих идей, они как бы отрываются, они падают, они становятся презренными, люди прекращают от них верьте. То есть маленькое действие, то есть действие, оно действительно по сравнению с миром идей, оно гораздо меньше. Но его влияние, оно гораздо больше. И скажем по-другому, реализация всего этого мира идей происходит в простых действиях в нашем мире действий. Поэтому именно действия, они ужасно важны, не сами по себе, конечно, а именно как представители и реализации вот этого великого мира идей. Невозможно оценить важность практической чумы, исправления поступков в соответствии с Турой и абсолютной приемотой. То есть мы скажем, вот лучше там идеи чумы улучить, чем на полмиллиметра улучшить свое поведение, свою жизнь, свои действия и так далее. Нет. Для достижения самых высоких ступеней душой общества и личности концентрат действия объемляет в своей одной, самой малой точке великое множество идеалов и широких людей, которые сделали возможным его проявление в мире и в жизни. Каждое действие, оно, в общем-то, вытекает из огромного количества больших и великих идеалов и денег. И когда оно действует, терпит ущерб, действие наоборот, вышло у нас нехорошее или вообще плохое, некачественное, ущербное, уходит сокровенная сила всех идеалов. А, ты представитель этих самых великих идеалов так себя ведешь, ничего они не стоят. И не важно, как и что, даже если ты не представитель, когда есть в действии, мы делаем противоречие к какому-то идеалу, в идеал уходит сокровенная сила всех идеалов. Широких, как мировую полноте, относящихся к нему, к действию, так же, как миллионы кубок эфирного пространства, сжатый в одном атоме материи, порождая его пристолическую форму. То есть у нас есть огромное количество чего-то, но в реализации у нас происходит немного, но вот в этом немного реализации сосредоточено огромное количество корней духовных, идеалов и так далее. Поэтому исправление практическое чува, исправление даже маленькое своих дел, мыслей, действий, оно очень-очень важно. Нельзя сказать ни в коем случае, то есть мы можем видеть, и здесь тоже, что мир идеи выше, чем мир действия. Но в мире действия эти идеи приобретают свою реализацию. А без миродействия негде этим реализовываться и жаль. Ну, как-то так. И я хочу опять вернуть вам микрофон. Давайте это немножко пообсуждаем. кто-то что-то хочет сказать, какие-то ассоциации, возражения, согласия со мной, что-нибудь? Нет. Ну, хорошо. тогда мы с большим сожалению будем на сегодня прощаться и будем с нетерпением ждать встречу на следующей неделе. Всем до свидания. Добрый вечер. Спасибо. Всего наилучшего. Да, до свидания. До свидания. до свидания. Продолжение следует...